В одном маленьком поселке, где время текло спокойно и размеренно, жила молодая женщина по имени Анна. Она воспитывала своего сына Андрея, которому было всего лишь 4 года. Отец ребенка, не сумев противостоять тяжелым жизненным обстоятельствам, решил уйти и оставить их в одиночестве. Анна приняла это решение смелостью и решимостью. Она обещала себе, что никогда не позволит наступить грусти и больше не допустит никаких разочарований в жизни своего малыша. Анна любила своего сына безмерно и отдавала ему всю свою любовь и заботу. Все свои силы и энергию она направляла на воспитание и счастье малыша. Самым большим ее желанием было видеть улыбку на лице Андрея и знать, что он счастлив. Однажды, как всегда, Андрей играл во дворе, пока его мама занималась домашними делами. Ребенок бегал из стороны в сторону, смеясь и радуясь каждой минуте своей бесшабашной игры. Но вот, внезапно, он исчез из виду. Анна, почувствовав тревогу, моментально бросилась на поиски своего сына. Она обыскала весь дом, обошла весь двор, но нигде не нашла его. Сердце ее застучало сильнее, она почувствовала жуткую тревогу, охватывающую ее душу. Не задумываясь, Анна решила отправиться в лес, надеясь найти его там. Она молилась, чтобы Бог помог ей отыскать своего сына и вернуть его к себе. В лесу, полном загадочных тайн и непредсказуемых событий, Анна заметила пугающую картину. На земле лежал ее сын, а рядом с ним была волчица, которая облизывала его. Ужас охватил Анну, она не могла поверить своим глазам. Волчица, заметив женщину, убежала в ближайшие кусты, оставив ребенка беззащитным. Анна подбежала к сыну, ее сердце разрывалось от боли и тревоги. Она обняла малыша и стала его успокаивать, пытаясь не показать своего испуга. Ребенок, испугавшись волчицы, заплакал, и его слезы падали на ладони матери. Анна чувствовала, что защищает своего сына от беды, которая могла произойти. Слава богу, ребенок не пострадал, и был цел и невредим. Но Анна понимала, что должна принять меры, чтобы такое больше не повторилось. Она рассказала сыну, что ходить в лес одному опасно, ведь там водятся дикие звери. Мама рассказала все о волках, какие это опасные хищники. Это настоящее чудо, что волчица не стала трогать ребенка. А кто знает, возможно таким образом волчица хотела уберечь его от других обитателей леса. Вот такое удивительное видео. А что вы думаете по поводу данной истории? Делитесь своим мнением в комментариях, а также подписывайтесь на канал, там вы найдете еще много интересного.